всем большой привет меня зовут лада добро пожаловать на youtube канал любимое дело в этом видео покажу как сплести из газетных трубочек вот такое интересное красивое панно здесь в основе обычная вязальная донышко с широкими отверстиями мне такие донышки очень очень в работе понравились я его прогрунтовала на нем нарисовала эту картину да я нарисовала кстати видео по рисованию вышло совсем недавно ссылку в описании оставлю заходите смотрите кому интересно ну и соответственно я решила сплести к этой картине рамочку то есть оплести это вязальная донышко здесь веревочка в 37 трубочек прямая веревочка обратная веревочка и показанные переходы показанные моменты как спрятать трубочки рабочие далее я показываю как наносила потину цветную все в этом видео так что приятного просмотра и так как я уже сказала в основе этого панно деревянная вязальная донышко с широкими отверстиями на нем нарисован рисунок и сейчас я буду это донышко обвязывать мне нужно сделать стойки образовать стойки и так чтобы эти отверстия максимально закрылись газетными трубочками я буду использовать один из способов обвязки газетными трубочками таких отверстий которые показывала в одном из своих видео обязательно смотрите кто еще не смотрел вы многое пропустили ссылку оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под этим видео при таком способе обвязки у нас получается что из одного отверстия выходят две стойки одна с одной стороны другая с другой и потом середине соответственно они встречаются их можно оплетать в первом ряду буду стойки оплетать веревочкой из пяти трубочек процесс не особо легкий в этом случае когда видите стойки гуляют туда-сюда поэтому для того чтобы мне было удобнее плести первый ряд я закрепляю стойки вместе вот такими скобами с степлером простым канцелярским степлером вот таким образом их креплю потом эти скобы можно убрать я не убирала и они мне не особо в процессе мешали еще раз повторюсь так делаю я для своего удобства если вам и без этого удобного будет оплетать веревочкой в 5 трубочек первый ряд то никаких проблем степлер тогда вам не понадобится вот такая картина сейчас у меня все стойки закреплены зафиксированы в своем месте и достаточно легко будет оплетать и сейчас начинаю плести первый ряд веревочкой в 5 трубочек для этого я беру рабочие трубочки и вот таким образом подставляю за каждую стойку каждую рабочую трубочку здесь обратите внимание что кончик рабочей трубочки у меня не только прячется за стойку но и выходит перед предыдущей стойкой вот таким образом как на видео именно так эти кончики будут прятаться внутрь то есть если вы просто будете подставлять концы рабочих трубочек за стойками и начинать плести то тем самым у вас концы с изнаночной стороны будут торчать я делаю же так чтобы концов с изнаночной стороны у меня не было видно ширина вот проплетенной веревочки в 5 трубочек достаточно большая там очень много витков и вот эти концы прячутся в эти витки главное их сейчас именно так зафиксировать и начинаю плести веревочка в 5 трубочек здесь никаких сложностей нет при самом плетении мы берем каждую крайнюю левую рабочую трубочку и соответственно помещаем ее за следующую пустую стойку но в моем случае это за пятую стойку и вот таким образом плетем плетем дальше заметьте что чем больше у вас рабочих трубочек в плетении веревочка тем соответственно чаще вам нужно будет наращивать эти рабочие трубочки здесь конечно процесс наращивания тоже получается частым но не таким частым как при плетении следующего ряда но все же и пока я плету я хочу поблагодарить вас за то что смотрите мои видео за то что делитесь моими видео в соцсетях вконтакте в одноклассниках фейсбуке так вы оказываете огромную поддержку развитию канала и нашему виду рукоделия в целом благодарю вас за ваши комментарии за интересные вопросы стараюсь на каждый отвечать и за то что ставите пальчики вверх меня это очень вдохновляет во воодушевляет на новые для вас идеи сейчас в этом моменте будьте внимательны если нужно остановите видео присмотритесь здесь главное понять принцип закрытия ряда веревочкой в три более трубочек здесь я подошла к месту где у нас начинался плестись этот ряд обратите внимание что вот начальная стойка начальная стойка это та стойка после которой выходят первый виток рабочей трубочки на конце не обращайте внимание это не считается вот у нас начальная стойка рабочий трубочка я проплела последний виток так чтобы она остановилась у меня прямо перед начальной стойкой вот так все сейчас располагается и далее буду действовать я самой крайней правой рабочей трубочкой беру крайнюю правую рабочую трубочку она у меня перед начальной стойкой и далее и я пропускаю 4 стойки и завожу ее за пятую стойку далее беру следующую рабочую крайнюю правую трубочку пропускаю 4 стойки завожу за пятую стойку ну ориентир у нас будет уже каждая предыдущая пустая стойка от той за которую заводили предыдущую рабочую трубочку и так далее все рабочие трубочки заводим за соответствующей стойки и так двигаемся мы самые крайние правые рабочие трубочки соответственно и эти концы которые у нас торчат я по ходу дела подстригаю подрезаю и они у нас прячутся в сами витки ряд закрыли сейчас мы переходим к плетению следующего ряда и здесь я немножечко утолщаю веревочку добавляют две дополнительных рабочих трубочки с правой стороны посмотрите как я их добавляю то есть концы я оставляю на предыдущих стойках и я начинаю плести веревочку в 7 трубочек но плиту я уже обратную веревочку в 7 трубочек то есть предыдущий ряд у меня была прямая веревочка то есть где я каждую следующую рабочую трубочку заводила на витки на рабочие следующие трубочки за стойкой а здесь у меня обратная веревочка где я каждую рабочую трубочку завожу под все следующие рабочие трубочки за стойку и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А это начальная стойка. Я ее булавочкой отметила, чтобы вам было удобнее ориентироваться. Здесь я вот таким образом завела рабочую трубочку. Она у меня получилась перед начальной стойкой. Выходит вот так. И сейчас я буду закрывать вот этот ряд. Обратите внимание, что вот эта трубочка у нас перед начальной стойкой. Я сделала ей последний виток. А сейчас начинаю закрывать ряд. Беру следующую трубочку, которая у меня по очереди идет. Подгоняю витки. И сейчас она у меня выходит вот сюда. Перед начальной стойкой. За нее. И вот таким образом вовнутрь. Пока я ее сюда не высовываю. Не вытаскиваю. Так, за начальную стойку ушла. Следующая рабочая трубочка пошла. Прячется вот эта рабочая трубочка. Следующая у меня вот в этот виток. Вот. То есть это у нас первая рабочая. Да, была в ряду. И вот сюда я ее прячу. Так, спрятала. Вот она ушла под этот виток. Не сделала на камеру, потому что очень неудобно. Панно большое, а здесь штатив у меня стоит. Следующую рабочую трубочку я накладываю на виток. Витки на витки. И она у меня убирается вот сюда. То есть передыдущая у меня уходила вот под этот виток. А здесь уже у меня два витка. Вот сюда убираю. Разминаю немного, чтобы не было надломов в этой трубочке. И убираю вот таким образом. Убрали. Следующая рабочая трубочка идет. Так. И убираю, как вы уже догадались. Вот здесь была предыдущая убрана. А здесь следующую. Тут у нас три витка. Туда внутрь. Продеваю. Вот так это выглядит сбоку. Вот у нас три витка. В которые я продеваю трубочку эту. Предыдущие два витка у нас были. И один. Следующую рабочую трубочку беру. Укладываю на витки. И предыдущие у нас вот в этом месте убиралось. А следующая вот в этом месте. Так же ее хорошо разминаю и убираю. Так. Убрала. Наизнанку пока эти трубочки у нас. Следующую беру. Вот она вот сюда. Кстати, ложится. Прямо вот здесь виток к витку. И она вот так ложится. И убираю. Следующее место. Очень легко понять, какое следующее место. То есть, если мы предыдущую трубочку убирали вот в это место между этими стойками, то следующее будет между этими стойками. Так же продеваю. И наизнанку вытаскиваю. Со штативом неудобно. Покажу сейчас. Так. Убрала. Вот так у меня получилось. Ряд закрылся. Все вот эти трубочки у меня наизнанке. И сейчас я их буду вытаскивать, так сказать, на лицевую сторону. Это сделать довольно просто. То есть, вот, например, вот эта трубочка у нас убиралась вот в это место. Между вот этой и вот этой стойкой. Она выходит вот сюда. Между следующими стойками. Следующая трубочка выходит вот здесь. Следующая трубочка выходит вот здесь. И так далее. Перешли на следующий ряд. Теперь мы можем плести также веревочкой из семи трубочек или из трех, убрав дополнительные. Это уже по желанию. С обратной стороны у нас, с изнанки, у нас вот такая картина. Здесь я добавляла дополнительные трубочки, вот эти вот короткие. Да, и они у меня вот так. Но если я бы их убрала вот так внутрь, как вот эти, то они бы у меня внутри были. Мне, в принципе, устраивает. Здесь у меня паннон, так что нормально. Вот так все у нас на изнанке. Так, еще момент про стойки. Вот про эти скобы, которые мы с вами устанавливали. Здесь стоечки будут срезаться, будет делаться загибка. Если вы будете плести дальше, то, в принципе, на скобы не обращайте внимания. И их можно убрать. Конечно, вот я в этих местах их уже убрала. Но здесь я уже не стала эти скобы убирать, потому что я буду стоечки срезать, они сами уберутся. А, в принципе, скобы могут оставаться у вас. Их не видно из-под плетения, если это не какой-то открытый ажур. Если вы переживаете, то можно их покрыть лаком. Если, например, паннон будет в каком-то влажном помещении находиться. И сейчас я продолжу плести уже последний ряд. Это будет прямая веревочка в 7 трубочек. Оставлю 7 трубочек. Прямая веревочка, это значит, что я каждую рабочую трубочку завожу поверх всех остальных. Вот таким образом. А здесь как раз у нас наращивание. Ну, в общем, чем больше у вас трубочек в веревочке, тем бесконечнее наращивание. По сути, очень много наращивать приходится. Здесь хочу обратить внимание, что при плетении веревочек из более чем 3 трубочек, веревочка из 5, из 6, из 7 и так далее, здесь очень сложно запутаться, какая рабочая трубочка в какой последовательности идет. И вот в этом состоит задача. Не путать рабочие трубочки. Если вы путаетесь и, например, не знаете, какая сейчас идет рабочая трубочка, вы вот так вот их расположите, все рабочие трубочки. Посмотрите, ага, вот, вот это первая идет рабочая трубочка. Значит, ее мы следующую и убираем за стоечку. Дальше, допустим, вот у вас путаница опять, опять распределили. О, вот это следующее, первая, да, и она идет за стоечку. Здесь лучше всего не торопиться, последовательно, внимательно трубочки укладывать. Здесь заканчиваю плести веревочку в 7 трубочек. Остановилась я у начальной стойки. Вот так это все выглядит. То есть перед начальной стойкой я сделала виток последней рабочей трубочкой. Здесь начальная, здесь вот рабочая трубочка перед начальной. Это важно. А вот от начальной идет первая рабочая трубочка у начала ряда. Заканчиваю. И начинаю заканчивать я с каждой правой крайней рабочей трубочки. Итак, у нас веревочка в 7 трубочек, значит, каждую трубочку я должна завести за 7 стойку. То есть 6 пропустить, за 7 завести. Начинаю с самой крайней правой. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Завожу. И оставляю вот пока так. Пока так оставляю. Следующую крайнюю правую беру. А здесь уже можно не считать стойки. Я завожу за предыдущую. Вот той, за которую недавно заводила. Вот так. То есть, заводила я за эту стойку, значит, за предыдущую. Завожу следующую рабочую трубочку. И вот эти витки подтягиваю хорошо, чтобы они были друг дружке расположены. Здесь то же самое. Если заводила за эту стойку, значит, следующую рабочую завожу. Вот за эту стойку. За предыдущую. Вот следующий. Вот таким вот образом. И так далее. До последней рабочей трубочки. Так, все завела. Подправила витки. Вот у нас ряд закрылся. Вот так это все выглядит. А вот эти вот концы я буду сейчас прятать в сами витки. То есть, попробую показать. Вот эта рабочая трубочка у меня уходит вот сюда. Вот смотрите. Вот здесь рабочая трубочка, здесь стойка. И вот под эти витки я убираю вот эту рабочую трубочку. Она выходит вот здесь. Сейчас одну покажу, как я убираю. на камеру. Выходит вот здесь. И вот там внутри я ее хорошенечко подрезаю. Хорошенечко подрезаю, чтобы она у нас и внутри спряталась, с изнанки, и с лицевой ее не было видно. Вот так. С лицевой не видно, она ушла. А с изнанки сейчас покажу. И с изнанки она у нас спряталась. Вот эта рабочая трубочка, вот она спряталась. Вообще не видно, куда и где. Тоже так же я вот эту рабочую трубочку убираю под витки. То есть, под низ она у меня уйдет. Вот так примерно получилось. Вывела я вот эти рабочие трубочки все сюда. Ну, одну обрезали, значит, их шесть получилось. А еще обязательно подправляйте витки. Подправляйте витки, как они у вас ложатся. Вот, например, смотрите, вот здесь что-то, да, такое непорядок. Потому что вот этот виток должен немножечко впереди быть. Поэтому я его вот так вот и укладываю. Вот теперь стало получше. Все. Теперь каждый конец я отрезаю, слегка натягивая, отрезаю, натягиваю, отрезаю. Но натягивать не надо сильно, иначе вытяните кончик совсем немножечко. Вы должны чувствовать. Вот эти концы у нас. Сейчас мы их уберем вовнутрь. Просто ножничками или шилом раз их туда. Раз их туда. И они убираются совершенно спокойно. Убираются за витками. Так, здесь этот конец. Вот так. В виточки. Прямо в виточки убирайте их. Их не будет видно совсем. Все. Вот так сейчас выглядит панно. В идеале, в идеале не допускайте высыхания стоек. Потому что здесь лучше сделать загибку, чтобы край был аккуратен. Поэтому лучше всего, чтобы стоечки у нас были увлажненные. Но так как я плету на камеру, и мастер-класс снимается даже не один день, бывает, а несколько. Поэтому у меня вот такие этапы работы сегодня поплела, отложила. Поэтому стоечки у меня сухие. Я буду делать следующим образом. А вам советую либо их нарастить, например, да, либо держать увлажненными, чтобы потом можно было сделать загибку. Еще раз. А я обрезаю, потому что вот так у меня получается. Обрезаю стойки. У меня тут железные скобы. Они никак не влияют на то, чтобы стоечки обрезались хорошо. Потому что скобы тоненькие, а вот этими бокорезами они очень хорошо сами обрезаются. Разрезаются напополам. В общем, обрезаю все. Вот так. Сейчас я вставляю новые стойки к уже имеющимся обрезанным. Для экономии я каждую трубочку делю на две части. И получается у меня две коротеньких стойки. И вот таким образом вставляю их. Вставляю стойки, но не до конца, чтобы они у меня не пересыхали. Все-таки длина окружности большая. И сейчас буду делать загибку. У меня в этом панно задача скрыть вот этот некрасивый край, который получился. В принципе, загибку вы можете сделать любую. Я выбрала просто самую простую загибку. Даже концы не буду прятать от этой загибки. Они будут выходить на изнаночную сторону. И панно будет висеть, так что с изнанки ничего не будет видно. Беру каждую стойку и через три за третью внутрь. Стоечку, через три за третью внутрь. Можно за четвертую, но тут уж и пусть. Так, стоечку, через три за третью, перед четвертой, как бы внутрь идет у нас получается. Вот таким вот образом. Так, три и за третью перед четвертой. Вот так вот. Такая загибка делаем по всему периметру. Виточки аккуратненько укладываем. Так. Уложили. Следующие. Пальчиком помогаем. Уложили. И с этой стороны у нас край закрыт. С изнанки тоже. Редко показываю себя в мастер-классах, но иногда можно. Вот именно вот такую загибку очень легко плести, вот как я сейчас на весу, облокотившись. Получается, то есть панно у меня вот так стоит, и я плету эту загибку. Не на столе. Вот мне так легче получается. Как бы понятнее. Тоже советую попробовать. Может быть, вам тоже будет это полегче делать. Полегче плести такую загибочку. Вот. Приклетение я вижу и лицевую, и изнанку вижу, могу посмотреть. Конечно, так вот на камеру, когда штатив на столе, сложно эти моменты показать. Ну, вот показываю так. Видите, с изнанки тоже весь край, вот этот он закрывается. Его не видно. Ну, а вообще, как я отношусь к панно и к изнаночной стороне? Если это корзина, то да, конечно, лучше изнанку делать не только аккуратно, но чтобы вот этих вот видно было минимально. Там какие-то срезы, не срезы, в общем, прятание трубочек. А вот когда панно, вот панно висит, да, вот это тоже панно будет висеть. Его никто не будет снимать и наизнанку не смотреть. Главное, чтобы она была аккуратной. А, например, вот эти обрезанные даже кончики, ничего страшного, если они будут у нас наизнанке видны. Потому что, еще раз говорю, что панно, оно висит на стене. Поэтому здесь мы не особо критичны к изнанке относимся. Все, загибка сделана. Вот так выглядит с лицевой стороны. Получилось, как будто бы мы сплели еще один ряд веревочкой, например, в четыре трубочки. Ну, а это загибка. С изнанки все выглядит вот так. Кстати, не обращайте внимания на вот трещинки всякие. Я их буду немного замазывать, потому что трубочки у меня получились какие-то пересушенные в этот раз. А здесь, смотрите, мы можем обрезать, да, вот так вот обрезать, и все. Мы можем спрятать, да. То есть тут уже вы сами смотрите, как вам удобней. И лично я решила эти концы обрезать. Обрезаю следующим образом. Слегка вытягиваю конец, чуть-чуть. Таким образом виточки здесь выпрямляются. Срезаю вот тут, где стоечка, и где-то на миллиметр дальше. Срезаю, расправляю. Натянула, хоба, срезала. Натянула, хоба, срезала. Вот так аккуратненько получается. Вот по краске труб у меня осталось немного раствора. И вот сейчас я им буду замазывать всякие трещинки. По сути, я снова прохожусь как бы им сверху плетения, но при этом трещинки замазываются. Здесь на кисточку я стараюсь брать этого средства немножко совсем и очень хорошо растирать. Если вот получаются такие излишки, то я кисточкой их убираю. Кисточка у меня с жесткой щетиной. Так что это все хорошо убирается. Если вот получаются все равно излишки этого раствора на плетении, то есть забивает фактуру плетения, я беру другую чистую кисть с такой же жесткой щетиной и вот таким образом протирая убираю излишки. Здесь мне показалось, что для интересности можно слегка оттенить плетеную вот эту рамку, которая у нас получилась. Здесь я делаю цветную патину. Кстати, многие спрашивают, можно ли так делать? Конечно, можно. В творчестве нет никаких преград, только нужно соблюдать технологию. Это не относится к фантазии. А вот это как раз таки относится к фантазии. Здесь можно фантазировать как душе угодно. Я взяла акриловую краску, красную и желтую. Слегка буду оттенять картину на этой плетеной рамке. И вот таким образом, легкими движениями кисти, на кисти очень-очень мало краски, я начинаю наносить вот такую цветную патину. По сути, это такая же, как и белая патина, только цветная. Можно делать патину и золотом, и бронзой, и другими оттенками акриловых красок. Мне показался вот такой вариант здесь интересный и подходит. Ну и последний штрих, лакируем панно, и готово. И вот что у меня получилось. Считаю, что получилось красиво. Мне очень понравился и результат, и понравился сам процесс, само рисование и само плетение. Мне очень нравится объемная веревочка, редкая ее плиту, но здесь прям я оторвалась. Очень надеюсь, что вам понравилась эта идея, понравилась эта идея, и было для вас доступным, полезным и понятным. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Также я желаю вам легкого плетения, вдохновения, и творите в удовольствие. Обязательно слушайте свое сердце, наслаждайтесь самим процессом. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Смотрите другие интересные видео на канале. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok